ребят всем привет привет ну наконец настал тот знаменательный день три недели мы не были на даче ну что ж здесь все как обычно здесь снег зима да ну получается так что в принципе сегодняшнее видео будет опять не о даче ну как она будет частично о даче вы съездим в город семян там себе что-то хочет присмотреть он уже неделю пьет кровь вот а вечером у нас ужин вот мы планировали на самом деле я планировал нелли была не в курсе я думал что снег под смело подрастаяло и мы дойдем до теплички не дойдем там снега вот так вот у нас забор в конце участка полтора метра высотой там осталось сантиметров 30 до верха вот ну еще у меня была задача для наших мастеров которые будут поднимать дом слазить по дом все-таки посмотреть сколько у нас свай ну я попытаюсь это сделать только пойду с другой стороны а сейчас едем в город может быть все пойдемте так кажется надо одеть перчатки разгребать а как ты мне поможешь сильный что-то будешь копать сам ну давай жужа давай тебя пущу давай пусть иди сюда иди заходи жужу не ладно замерзла так ну давай я передохни саня новые буреги ты кстати подвел меня ты за всю зиму я не видел ни разу чтобы ты чистил снег ты все сидишь он со своим самогонным аппаратом все гоняешь брашку туда-сюда дрожжи а где дача саня саня скоро уже тюльпаны пойдут отходи ситуация в следующем что в том году я помню когда шла весна у нас проблема была всегда вот в этом сугробе он таял дольше всех а в этом году у нас весь участок большой сугроб и как видите это будет нелегко но я надеюсь что весна будет ранее солнышко крепкая и быстренько все растает так а здесь под этим сугробом у нас сидят розы наконец долгожданное видео про дачу мы приехали здесь как обычно у нас все почистить конечно же не бесплатно мы же богатый ну а теперь заходим в дверь и смотрим сколько навалило там но в принципе чуть-чуть немного лопату я приготовил лопату я приготовил лопату я приготовил уже кот ученый ну а снег ну что ж путь наш тернист еще немножечко пару барханов и мы выйдем на финишную прямую ну вот и все 3 минуты честно сказать я в этом году не так часто чистил снег и могу заметить что я устал хочу лето копать землю копать землю все хорошо дом милый дом ребята ну что вечер не без сюрпризов в руке у меня обогреватель а это значит что правильно замерзла вода но не в простом месте не под домом там у меня греющий кабель опять в колодце я то думал я думал уже в этом году меня не тронет уже не было таких морозов но нет стоило две недели не приехать на дачу пойду класть что-нибудь тепленькое сверху и отогревать привет матрасик кстати в бытовке я туда не пойду слава богу в подсобке лежал матрас это еще матрас моей течи не знаю но спасает он нас уже не первый раз пошел погружаться подходи поближе итак что мы имеем ну в первую очередь мы имеем удлинитель который нужно не просто воткнуть друг в друга а еще желательно вот так вот завязать а я не то розетку с розеткой да не всем решил связать вот удлинитель его нужно вот так и вот так сейчас немножко не так пошло вот так раз вот так два и вот так три так о динчика заработала запускаем надо подсветить воду не опустить воду не опустить не опустить воду не отопить где подсветил подсвечу куча проводов это вот труба с правой стороны сейчас я постараюсь немножко развернуть обогреватель направил обогреватель на трубу а сейчас небольшое утепление ну и обогреватель даже не обогреватель а для того что ой и туда и утопил да нет нет но но пошел так я вспомнил на самом деле одну вещь пройдусь с другой стороны есть у меня назначек можешь показать и погром ребята прошел час идем делать торжественный запуск я надеюсь что это не как прошлый раз когда я игрел и 4 часа пошли пошли ой какой же я молодец что я сделал подсветочку здесь одной группе теперь я могу заниматься так надо аккуратненько так вот там тепло уже так сколько градусов на ощупь плюс 5 на ощупь там я сейчас уберу для более осмотренного запуска так отключаем 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 оп так ну проверка проверка так вода даже сжала по-моему пошла сейчас иду смотреть заработала как обычно папа может а я думаю что нужно один листик там пока оставить я думаю что можно оба листика на самом деле оставить вот просто забыть их убрать потом оттуда просто все-таки наверно надо мне заняться утеплением колодца на зиму на зиму но это я сделаю уже в следующем году а знаете сколько ждет у меня жена что я докручу забор три года как там говорят обещанного три года ждут а в этом году я купил классную штуку я купил электрический заклепальщик и теперь я все сделаю на заклепках но это будет весной весной ну что ребят двигаем в наше самое известное место наверное во всех подмосковных городах это сеть магазинов апельсин 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 да там есть все для стройки ну и оказывается там Сема где-то видел себе ружье вот дорога во что у нас превратилась это теперь тупик я его я его называю илюхинский тупик так как с левой стороны живет илья вот ну с другой стороны и хорошо никто транзитом тут не катается развернулись у себя возле участка у нас все почистили да вот в прошлый раз я здесь вот прочистил тропинку к своему счетчику от нее не осталось и следа вот валерий иванович тоже я так понимаю немножко здесь чистил и ничего у него уже не осталось соседка наша приходила ну живет сейчас здесь тоже вот следы протоптала не более бабушка старенькая уже тяжело и снега тягать все едем сосна какая большая уже выросла если что готовишь заморочилась это кабачки я их режу как сапагетти это кабачки я их режу как сапагетти будет паста будет паста из кабачков с креветками еще сегодня у нас на ужин салат из баклажан с чили соусом со сладким чили вот это уже длинные полосочки получатся учись гурен не только баклажаны тушенку делать могут из кабачков спагетти делать кропотливая работенка здесь нас уже баклажанчики или порезал так вот что получилось вот такая башня федерации кабачковая башня здесь реветочки да в жизни так и не подумаешь что из кабачков можно сделать спагетти так ну чё попробуй бесподобно можно до бесподобно уезжаем надо убирать технику с улицы наш любимый гарнитур ждет весны когда мы наконец уже сядем и попьем здесь чайку позавтракаем с одной стороны хочется быть стариком чтобы жить на даче а с другой стороны ты понимаешь что как только ты будешь стариком в нашей стране жить на даче станет дорого особенно так как мы привыкли поэтому будем работать долго а это наш газ в пластиковом безопасном баллоне на самом деле самое неприятное мы сюда привозим до хрена чего и увозим до хрена чего и так каждый раз как будто переезжаем из дома на дачу из дачи домой и самое главное это всего лишь было на один день зачем ну или скажи зачем ну как зачем таблеточки мало ли что продукты которые мы купили вещи это же только еда здесь килограммов 6 и и провода до учеба семина все телефон куда должен уйти гармон открой подожди не спеши не спеши вот этот дом с печкой это чей новый какой-то вот это вот и люхин гараж ну да ну это там они жили они были не новые все таскаю ладно чё ты две ходки всего 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 две ходки на один день привезли мы больше там еще мой хлеб который недопеченный что что хлеб неиспеченный еще я сама возьму неиспеченный да весна ну ты где ты где весна так так это собакам да это рыжим ребята конечно вы ожидали что контент сегодня будет более насыщенный но один день но это один день это невозможно слава богу что хотя бы был замерзший колодец но уже был супер контент я целый день готовила да он или получил целый день готовка как бы и все а я плюс еще ко всему приболел если честно я сегодня когда мы выезжали в город купился это мифлю купил себе там какую-то шипучку ну одним словом да я плохо себя чувствовал и и не готовил да и не готовил я лежал вот в кресле вот к вечеру только более-менее себя пришел как бы ну конечно поел мои вкусные еды питательные да витаминчиков как говорится забросился и ожил поэтому не серчайте контент был скудненький сегодня но ничего мы то вас любим зимой делать нечего особо но я сделал тоже важное дело я сегодня списался еще раз с человеком кто будет поднимать дом я правда это не записывал я слазил под дом посчитал количество свай и того получается у нас 27 свай ну и цифра окончательная все мы порешали 300 тысяч все не больше не меньше как бы остановились на этих 27 сваях и 300 тысяч рублей в принципе сегодня валерий иванович показал технологию ему очень понравилось он тоже не ожидал что так можно оказывается можно 8 он там устроил веселуху пока нас нет в запрещенку смотрят да поэтому все движется своим чередом не переживайте скоро будет весна скоро будет посадочки у нас дома готовятся рассады следующий выходных у нас два ну нель обещает по крайней мере два будет будем надеяться что никто не заболеет у семена каникулы мамуля сына к тебе на каникулы на все скорее всего в пятницу уже в пятницу он приедет к тебе и на всю неделю до пятницы до до 5 почему до пятницы а там же праздники большие но мы с тобой решим у нас там нужно дата с райными праздниками что-то придумать еще да а потом еще три праздника надо еще себе устроить три праздника три выходных это тоже очень важно как бы там не казалось что мы лентяи ну а что поделаешь лентяи мы тоже живые люди но помимо этого небольшой спойлер мы готовимся с нелли к путешествию всей семьей мы наконец зарядили все трети наших паспорта обновить загранника нам пришла госпошлина сейчас на троих госпошлина 12 половиной тысяч но это на паспорта на 10 лет поэтому сейчас оплатим госпошлину пойдем сфотографируемся будем ждать и мы планируем даст бог если все сложится может быть может быть но скорее всего это будет июнь месяц мы поедем в турцию на недельку в турцию и на недельку на ночь в египет может в египет ну короче куда-то недалеко и недорого одним словом вот а так все как обычно целую обнимаю всех тетя тани баб таня тетя валя июля еще одна таня зоя моей мамы и папы до игорек никита саня новые буреги деревенские посиделки бабуля всем огромный респект мамулечка люблю тебя сильно все будет хорошо папуля все ништяк все всем пока чоу чоу пока пока забираем хлеб и валим холодно а погреться так но у нас еще есть наши малые друзья ой ё-моё еще порезался к пакету не то что поленился я просто решил что я выложу не все пельмени я думаю не буду выкладывать я думаю они их не будут наггет сейчас вот ну смотрите у нас такая ситуация у нас когда большой морозок холодильник отрубается и все внутри подтаивает вернее все внутри мерзнет морозилка выключается просто в этот момент когда приходит оттепель он не устраивается брожать и в итоге все продукты подтаявшие но я уже не могу это есть зато мяско вон хорошее там и говядина короче там и свининка и пельмешки и что только нету печальная печаль наши запасы да ну ничего страшного там и фаршик по моему да нет фарш дома в общем собачки и замороженное съедят свежее замороженное оно да оно еще подтаявшее так это грудки я не знаю как ты будешь это сейчас разворачивать она потаяла дома пока лежала ну вот очень жалко еду я бы лучше супчик сварила это факт но очень хочу суп щечевиц из красной доставай салфеточку давай забивай мы молодцы рыжий приятного аппетита ну ладно я не знаю мы салфеточку моего заворучила моего заворучила последний день еще не актуально вы